Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Игра Stick War Legacy! Мы вместе с вами продолжаем выживать в бесконечном режиме под названием Zombie Mod. В прошлом ролике мы вместе с вами остановились на 88-й ночи. Я только что прошел 89-ю, и сейчас мы пойдем уже 90-ю ночь проходить и посмотрим, как нам удастся выжить. Также вы писали в комментариях, Воблер, а сделай 200 великанов. На самом деле это сложно, потому что великаны быстрее умирают, чем здесь строятся. Но мы все-таки попытаемся здесь как-то выкрутиться, и надеюсь, что у нас все получится. Так, 8 кадров, бежим в атаку. Главное сейчас не просрать статую, и все, вроде бы я включил, лазер включил. Сейчас наша статуя своим рентгеновским зрением, я не знаю, что, рентгеновскими лучами, лазерными лучами палит зомби-стикменов. А наши великаны потихонечку прорываются вперед. Кстати, прошу заметить, дорогие друзья, что великаны, когда стоят все толпой, даже непонятно сколько их штук стоит. Какое-то непонятное черное пятно, да, в которое реально там стоит. И если мы проморгаем, то зомби могут тихонечко сзади этих великанов, трупов, пробраться до статы и ее уже уничтожить. Потому здесь нам нужно обязательно следить, где находятся наши великаны, сколько их, где находятся зомби. Но, к сожалению, у нас пока что ничего хорошего в этом уровне не происходит. А, 89-ая, что я думал, что... А, то я 88-ую ночь прошел, ладно. Короче, суть, смотрите, какая. Мы как-то очень далеко находимся от кладбища, где вообще живут зомби. Я боюсь, что мы можем не прожить эту ночь. Я, конечно же, делаю грифонов, потому что без грифонов, вы же знаете, выжить здесь нереально. По простой причине. Сколько бы у тебя не было спартанцев-капьетонов, все равно они очень быстро умирают. Вы же знаете, ребята, вам этого рассказывать не надо. Что тут? Где наша статуя? Далеко там? Было бы, конечно, мне поспокойнее, если бы наши огромные великаны смогли дойти до вражеского кладбища и там уже убивать этих зомбарей. Но они нас прижали уже практически возле базы, на нашей же половине поля, можно так сказать, да? И тут начинает атаковать. Давай, дружище, держись, 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 проходи. Ох, 11 FPS, вообще чётенько, да? Пишу 60 кадров, а тут 11 FPS. А был ролик, где был 1 FPS и вообще заглючило всё. Ха-ха-ха-ха, нормально, блин. У нас с вами уже лучников не осталось. Я их тоже делать не буду, так как они бесполезные. Они стоят где-то сзади, они вообще никаким образом не воюют. И получается, что когда приходит этот падший ангел, я его называю так, на самом деле здесь маг, который управляет нашими войсками. Он берёт потихонечку, зомбирует нашего лучника, и этот лучник бешеный просто бросается на врага и умирает. Вот чём всё дело. Давайте, давайте, где статуя, уходите. Я даже не могу пос... Я даже не знаю, где статуя, потому что грифоны её заслонили своими огромными чёрными телами. Давай, давай, давай. Пошла жара. Наша задача, как вы знаете, дойти до сотого уровня. Я не знаю, что будет после сотого. Может, там будет вообще капец какой-то. А может, ничего не будет. Сможем мы пережить, не сможем, но вы же знаете, что это очень тяжело. Я писал в комментариях, что на 80-м каком-то уровне слился. Кто-то там до 96-го вроде бы дошёл. Но реально сложно. Тут надо следить и всё вот это нажимать. Давайте, давайте, зомби. Они ползут и ползут. Смотри, какие резвые. Вот видите, в чём также, говорю, очень плохо. Это то, что зомби вообще прячутся в великанах. Видите, великаны вроде бы... Ты такой думаешь, что зомби здесь находятся? Да, на самом деле они намного ближе. Они вот внизу убивают великанов и прорываются, прорываются. Тем более, что великаны, они же не идут вперёд. То есть зомби всё-таки по чуть-чуть продавливают. И только грифоны сдерживают нашу статую от кончины. По-другому назвать нельзя. Это кончина. Она может, конечно же, умереть. Мы её защищаем. Я не знаю, зачем мы её защищаем. Ну, сказали нам защищать. Было приказано свыше защитить от зомбарей. Давай, 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 давай. Фух, прожили. Зомби отступают. Ещё одна ночь в копилочку. Как мы видим по результатам, у нас уровень увеличивается. Уже сейчас будет 91-я ночь выживания. Но юниты остаются на том же уровне. 15 хилок, 75 грифонов и 161 капьетон. Поехали. 91-й уровень. Раз. 91-я ночь выживания. Давай, давай, в атаку, в атаку клепаем. Идите вперёд. Ну, пройдите немножко дальше. Мы видим, что капьетоны, они сами по себе намного быстрее бегают, да, чем... Грифоны. Грифоны очень медленные, видите? Пока грифоны там сзади где-то плетутся, наши капитоны уже пошли вперёд. Давай, давай, жги. Жги, давай. Я вижу уже, смотри. Огромный босс нежить идёт. Конечно, он не выглядит огромным, но поверьте. Пусть вас не вводит в заблуждение его рост. У него хп, я не знаю, в несколько десятки раз больше, чем у наших грифонов. Вот уже пошли эти демонические. Демонический маг, вы видите, пошёл. Падший ангел. Ого. А что это за маг с крыльями? Вот зачем магу крылья? По-любому он какой-то стрёмный чувак. Смерть. Кто-то говорит, это смерть с косой стоит. Да. Это смерть для наших лучников. Если есть лучники какие-то там. О, кстати, я не строил, кстати, хилочку. Посмотрим, как там вообще хилочка. Живая наша ведьмочка или нет? А, нет, вот только что одну построил. Хотел посмотреть. То есть, пошли ангел кого может воровать? Зомби или... Точнее, он может грифона воровать? Или только лучников? Или только хилку? То есть, я знаю, что он лучников 100% ворует. А вот насчёт этих наших... Дамочек, хилочек. Ого, смотрите, как быстро. У нас было 600 только что. Как у нас быстро умерли грифоны. Пачками. Пачками умирают. Срочно. Срочно. Ты посмотри. У-у-у. Прям прорвали. Как бы мы не защищались, всё равно зомби прорывают. Слушай, а если они таких великанов огромных убивают, что можно сказать? Смотри, просто половину великанов на колени стало. Это просто безумие. Да, мы видим, что капьетоны остались на месте. Хилочку одну я построил. А вот у нас было 75, а сейчас 50. Минус 25 грифонов, но это существенная потеря. Я вам скажу, её срочно нужно возобновить. Давай быстро строим. Пока наши как раз выйдут на позиции, мы уже, может, ещё штук 10-15 сделаем. Да, я вам скажу, что рано или поздно даже грифоны не смогут сдержать эту орду зомби. Просто возникает у меня такой вот логический вопрос. Когда же это наступит и сколько нам удастся вообще здесь выставить? Фух, непросто. Кстати, что хочу сказать. Сегодня уже пятница, ребята. Ё-моё. Выходные впереди. Выходные круто. Напишите в комментариях, вы любите выходные? Мне кажется, выходной это... Пятница, вот реально, это самый счастливый день. Даже не суббота, не воскресенье, а пятница. Потому что ты такой приходишь и понимаешь, что у тебя два дня выходных. Просто два дня. Представляете? Это же реально круто. То есть ты такой на расслабоне. Можешь закинуть свой портфель и сидеть дома, смотреть ролики. Воблера. Ну, короче, на самом деле лучше в пятницу уроки учить. Потом у тебя реально стабильных два дня без всякой головной боли. А то, если ты в пятницу уроки не сделаешь, ты такой понимаешь, что в субботу учить не надо. А потом такой... Так, ну кто же там мне звонит? Ну а не вовремя-то. Так как мне пришлось поставить на паузу, скажу, что мы победили. И я вот пока там что-то окладил, не понял, откуда у нас взялось четыре лучника. Но хочу сказать, что наши великаны увеличиваются. Звонили по поводу интернета. Кстати, кто-то из вас знает, какой у вас интернет? У кого из вас есть вообще гигабитный интернет? Или нету? Можете написать в комментариях. Я знаю, что не все провайдеры предоставляют эту услугу. Но гигабит это реально круто. То есть 100 мегабит это уже круто. Ну гигабит это вообще огонь. Особенно если учитывать то, что сейчас очень много фильма уже есть в 4К. И когда вот смотришь эти фильмы, допустим, заходишь, чтобы их скачать. Ну понятно, откуда их скачать, да? Так вот, эти фильмы... Там 60 гигабайт. Еще там нормально. Такие, кстати, в 60 гигабайт довольно долго качаются при 100 мегабитах. По-моему, полтора часа. 66 гигабайт. Вот я недавно скачивал. И долго, реально, по времени. Я не знаю, может даже кто-то из вас и не знает, какой у вас интернет. Просто пользуйтесь, есть да и есть. Может у кого-то мобильный там слабенький, да? Ну, гигабит круто, конечно. Но дело в том, что на самом деле никто там гигабит не предоставит. Там хотя бы 300 было. Но все равно 300 лучше, чем сотня. В любом случае. Так, что происходит? Подожди, подожди. Что, зомби прям прорываются? Ого, смотри, сколько... Я не могу понять. Я клепаю их вообще без конца. А они как-то продвигаются вперед. Смотри, куда они уже дошли. Они уже здесь. Ого, это же зомби эти собачки, которые я их называю. Пять кадров. Девяносто третья ночь, ребята. Девяносто третья? О боже мой, что происходит? Лучники. Офигеть. Смотри, сколько у нас легло великанов. Где зомби? Я даже не вижу зомби. Вот в чем вся беда. Здесь надо, чтобы великаны пропадали. Они стояли на коленах. Они заграждают вообще путь. Я не вижу, что находится сзади там. Они-то пропадают, но очень медленно видно, да? Солнышко, выходи, пожалуйста. Солнышко, вставай. Все. Отлично. А, кстати, мы практически всех и перебили. Смотри. Было очень много быстрых зомби. То есть не было зомби-боссов, никакой нежики, никаких зомби со щитами. Они тяжело бронированные. Они, по-моему, неустойчивы к выстрелам в голову. Но они тоже нормальные, конечно. Вот какой у нас результат. Лучники сразу вымерли. Я, наверное, все-таки кто-то завалил лучников. Где они там прятались за статую, я не знаю. Но это их не спасло. И мы видим, что немножко грифонов наших потрепали. Было бы, конечно, круто реально избавиться от этих капьетонов всех. И воевать только грифонами. Оно бы не так лагало. ФПС был бы больше. Да, то есть... Но, с другой стороны, как это сделать-то невозможно. Это только надо переиграть весь уровень. То есть все ночи заново. И сразу ставить этих же... Грифонов одних, чтобы не строить мелких. Вы поняли? Давайте, давайте. Рубите, рубите. Пошли в атаку! Нападаем! Не будет никакого спуска этим зомбарям. Мы выживем! Мы спасем землю от зомби-ампокалипсиса. Смотри, а ты черт свою смерть пустил. Вот гад. Магию применил. Давайте, грифончики, смотри. Я прям вижу, где зомби умирает. Смотри. Просто идут толпой. Но даже не могу спрогнозировать по поводу сотой ночи. У меня вообще никаких предположений нету. Потому что они выкашивают просто, жестко наши войска. Смотри. Не знаю, кто-то писал, что там трехсотая ночь. Мне кажется, это полная ложь. Если сюда дойти до сто десятой ночи, это уже будет застяжение нереальной сложности. А вот дальше там триста и двести. Ты вы что? Тут каждые плюс десять ночей сверху, ты уже ощущаешь, насколько все жестко. Грифончики, давайте, давайте. А, походу, еще и этот, смотри. По-моему, цифры заглючили, и грифоны не увеличиваются как-то. Не может быть, сто тридцать семь грифонов мы построили, потому что мы, наверное, за уровень, там, штук пятьдесят или сто раз кликаем. Девяностая пятая ночь выживания. Мы прорвемся, сказал Воблер, и прорвались. Поехали. Поехали, поехали. В атаку сразу, давайте, вылазят мелкие зомби. Вот они реально отвлекают наши войска, понимаете? Они могли двигаться вперед. Они тут стоят возле статуи и колдуют, блин. Вот они реально задерживают всех наших зомби. Нам, чем дальше наши войска будут стоять от базы, тем дольше мы сможем продержаться. Чисто физически, вы поняли? У нас уже почти будет сто тысяч монет. Я в шоке. Кому монеты, ребята? Кому золото? Вышлю почтой золотишку из игры Stick War Legacy. Ай, блин. Золотые монеты. Они статуи добываются, у нас даже рудокопов нет. Смотри. Все? Или там еще кто-то будет? Давай, давай, делаем. Грифончики, живите. С под земли вылазят. Я не знаю, что они под землей делали. Это зомби-шахтеры какие-то? Или что они там? Зомби-кроты? С под тишка таки вылазят. Залез с одной стороны, вылез с другой стороны. Ну, зато не холодно зимой, да, можно. Зомбарю там жить в земле. Сколько там земля промерзает там? Метр? Два метра? Обычно. Ну, в нормальных условиях таких вот. Наша, конечно, если где-то там в краях, где очень холодно, то может она еще и больше промерзнуть. Обычно там полтора-два метра промерзает. Давай, 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 давай. Хочу посмотреть, где наши зомби вообще. Наши зомбики двигаются вперед. Да, ребята. Мне кажется, сюда не хватает еще какого-то самолета, чтобы он мог какую-то ядерную бомбу скидывать на зомбаре. Было бы, конечно, интересно. Такой, покупаешь чувака какого-то самолета, и он такой бом-бом. И все, и весь уровень выкосил, да? Ну да. Победа. Реально круто. Ребята, на этой девяносто шестой ночи мы оставляем прохождение в сегодняшнем ролике. А уже в следующем видео мы по-любому возьмем сотую ночь. Сотня будет у нас! Сто процентов! Зуб даю. Не свой, чужой зуб. Короче, поэтому все будет нормально. Ну а вы, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк, если вы еще не поставили. Оставайтесь на канале Воблер, смотрите другие видео. Роликов очень много. Реально вы здесь затеряетесь. А также приятных вам выходных. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова